Виктор Львович, я предлагаю вам и нашим телезрителям посмотреть наши редакционные комментарии на задную тему, а потом продолжим обсуждение. Пожалуйста. По признанию одного из ближайших помощников госсекретаря, Керри реалист, а потому не рассчитывает на быстрый прогресс на переговорах. Своей основной задачей он видит максимальное сближение сторон и скорейшее подписание того, что на языке дипломатии принято называть протоколом о намерениях. В ближайшие дни я попытаюсь нащупать точки соприкосновения в позициях израильтян и палестинцев, которые станут фундаментом для переговоров о постоянном урегулировании конфликта. Этот процесс потребует взаимных уступок, но на данном этапе согласование формата будущих консультаций уже можно будет считать прорывом. Но потом глава американской дипломатии планирует оставить именно то, что всегда являлось камнем преткновения для обеих сторон – определение границ, судьбу беженцев, вопросы безопасности и статус Иерусалима. В ответном слове израильский премьер объяснил, почему никакого мира, по его мнению, в обозримом будущем ожидать не приходится. Я считаю, что вы преданы делу мира, как, впрочем, и я сам. Однако, принимая во внимание заявления и поступки палестинского руководства, мы сильно сомневаемся в серьезности его намерений достичь соглашения. Косвенным подтверждением слов Нетаньягу служит экспертная оценка израильского разведывательного сообщества. Ранее принято было считать, что Махмуд Аббас заинтересован в сохранении спокойствия на территориях и недопущении насилия, поскольку видимость мирного сосуществования с Израилем и возобновления переговорного процесса поддерживают его реноме умеренного политика и способствуют продолжению финансирования автономии странами Запада. В последнее время ситуация, судя по всему, изменилась, и Аббас более не склонен сдерживать агрессию своих соотечественников, не допуская в то же время ее перерастания в полноценную интифаду. Свидетельством тому рост числа спорадических терактов против израильтян и демонстративное непротиводействие им со стороны палестинских силовиков. Единственное, что нужно председателю от Израиля в настоящий момент, когда переговоры, по всей видимости, зашли в тупик, это чтобы не прекращался процесс освобождения палестинских заключенных. Доказательством воинственных намерений Аббаса служат и заявления, сделанные им под Новый год на празднование 49-го дня рождения партии Фатх. Мы категорически отвергаем возможность израильского присутствия на территории независимого палестинского государства. Мы требуем полного суверенитета над всеми земельными угодьями, водными и минеральными ресурсами, воздушным пространством, границами и пограничными переходами. Свою партию в этом процессе перетягивания каната играет и правое крыло Ликуда. В четверг группа депутатов во главе с министром внутренних дел Гедеоном Сааром совершила рабочую поездку в Иорданскую долину, где приняла деятельное участие в закладке фундамента нового поселка Гетит. Таким образом, противники уступа к палестинцам закрепляют израильское присутствие на местности и напоминают Гениамину Нетаньягу его же собственные слова, сказанные 15 лет назад. Иорданская долина – неотъемлемая часть Израиля и останется таковой навеки. А что же думают по поводу перспектив мирного урегулирования рядовые израильтяне и палестинцы? Согласно результатам недавнего опроса, проведенного авторитетными социологическими институтами Иерусалима и Рамалы, две трети палестинцев и чуть более половины израильтян поддерживают формулу «два государства для двух народов». Однако 83% первых и 55% вторых видят угрозу в партнерах по мирному процессу. И вот эти цифры представляются куда более существенными.